Сегодня у нас интервью с кандидатом биологических наук Галины Никитичны Никитенко. Я знаю, Галина Никитична, что вы потомственный пчеловод. А вот скажите, что это значит для вас? Для меня это значит и отчасти профессиональная деятельность, а отчасти, ну это даже не хобби, это образ жизни. Потому что насекомыми я интересуюсь с раннего детства. А пчелы у нас тоже, мне было 5 лет, когда у нас, собственно, в нашей семье отец завел первые ольги. И когда он с ними работал, как правило, я тоже смотрела, что это, кто это, где, чем они занимаются, эти пчелы. Причем это уже не первый год был. Ну, в общем-то, чисто детская реакция. И жарили меня пчелы хорошо. Когда-то отец вынул несколько рамок и спрятал их. Мы жили в частном доме, спрятал их в кладовку. А пчелы нашли щель и начали оттуда выносить этот мед. Ну, а я пришла им и сказала, что это уже не их мед, а наш. Но не просто им сказала, взяла веник и начала их оттуда отгонять. Ну, и они возразили мне соответствующим образом. Причем это даже задокументировано, потому что они меня сегодня искусали, а на завтра я заканчивала первый класс и нужно было фотографироваться. И вот на этой фотографии я с перекошенным лицом после укуса пчел. Но тем не менее, общение с ними продолжалось и продолжалось и продолжается до сих пор. Интересно. А, ведь пчелы удивляют, наверное, вас даже сейчас. Пчелы не могут не удивлять, потому что это особый мир. Во-первых, с ними просто интересно работать, интересно общаться. Мне очень интересно за ними наблюдать. И не просто интересно. Пчелы очень энергетичны. Сейчас уже есть методы, причем официально запатентованные. Можно называть их народными, можно называть их нетрадиционными методы. Нормализации работы организма. Например, лежание на ульях. У нас уже есть даже, скажем так, ну это не клиники, это типа амбулаторий, вот в Белой Церкви есть и так далее. Но работа с пчелами, вот все мы живые люди, были такие ситуации, что, допустим, какая-то неординарная ситуация в семье или в жизни для того, чтобы мне прийти в себя. Мне достаточно было пойти на пасеку и там полчаса, 40 минут просто посидеть. Пчелы структурируют пространство. Пчелы структурируют воду. Если оставить в любой посудине воду на пасеке, она приобретает совершенно другой вкус. Кроме того, уже давно известно, причем к этому приложили руку и наши институтские пасечники, тот же Левченко Иван Алексеевич, тот же Францевич. Хотя я не знаю, конкретно не скажу, чье это исследование, но известно, что суммарная память пчелиной семьи сравнимо соответствует памяти человека. То есть пчелы, каждая пчела это отдельная клетка, а пчелиная семья это живой организм. Ну, я их просто люблю. Я с ними общаюсь, я с ними разговариваю. Ну, и они, в общем-то, в чем-то отвечают мне тем же. А как звали вашего папу? Никита Яковлевич, Павлик Никита Яковлевич. А вот у него, вы были, наверное, первым учеником с детства, а еще, наверное, были у него ученики? Ну, я бы не сказала. Мой отец был учителем, причем учителем от Бога. И у нас есть и фотографии. У нас пасека с 54-го года. Жили мы в частном доме на Куреневке. Тогда во всех школах в окраинных районах Киева, по крайней мере, в большинстве из них. Три школы, которые были поблизости, там в каждой из них были пасеки, школьные пасеки. И папа, причем учителя, учителя, как правило, биологии и географии. Ну, мой отец был учителем украинского языка и литературы, но тем не менее, вот пчелами он занимался. То есть, проходили прямо уроки, прямо занятия. И у нас есть фотографии дети, школьники 5-го, 6-го класса. Отец им рассказывает на пасеке о пчелах. Я уж не присутствовала во время этой лекции, но тоже это документально подтверждено. Кроме того, кроме школьных пасек, вот у нас есть на Куреневке такая установа, как НЕНЦ, Национальный эколого-натуралистический центр. Раньше это была республиканская станция юных натуралистов. Там тоже очень много лет был кружок пчеловодов, были пасечники. И сейчас тоже вот в школах сельских, в школах небольших городов, где с одной стороны есть натуралистические центры, а с другой стороны энтузиасты пасечники, тоже это сейчас возобновляется, оживляется. И дети тоже, дети с большим интересом. Я вот преподаю время от времени в очно-заочной натуралистической школе биологической, при той же НЕНЦ. Тоже там приезжают ребята, которые интересуются пчеловодством, и с очень большим энтузиазмом. Там и работы есть, и по Малой Академии Наук, и конкурсы там, у них конкурсы разновозрастные. Младшая школа, средняя школа, старшая школа. Тоже очень интересные работы бывают, и очень интересно работать с этими ребятами. А вот для начинающих, наверное, всегда сложно и страшно заняться пчелами, потому что вот у них такое необычное явление. Во-первых, их очень много, они жалятся, а еще время от времени они улетают, они роятся. Вот у вас это такое происходит иногда. Ну, опять же, роение это естественный процесс. У пчел, скажем так, две стороны размножения. Одна это, собственно, откладка маткой яиц и наращивание биологической массы самой пчелиной семьи. А вторая, деление пчелиной семьи или роение. Кстати, роевые пчелы совершенно не жалятся, потому что роевые пчелы, которые улетают с роем, улетает старая матка и молодые пчелы. Во-первых, молодая пчела, которая только вышла из ячейки, она как цыпленок, она не жалится. Она ползает по руке, она серенькая, пушистенькая. С возрастом, когда пчела, количество, возраст ее увеличивается, она начинает жалиться. Но перед вылетом роя все пчелы, все рабочие пчелы набирают полные зубики меда. И они перегружены этим медом и просто в силу особенностей физиологии им достаточно тяжело подогнуть брюшко и активно ужалить человека. То есть все эти фотографии, которые дилетантов приводят в ужас, когда бороды из пчел висят, на всех частях тела пчелы ползают. Это роевые пчелы, которые для того, чтобы она ужалила, очень сильно надо ее придавить или на нее наступить, или специальным образом ее посадить. Кроме того, как когда-то Леся Украинка написала в лесовой песне, дядь Коля сказал, «Все злисуй, де добре», точно так же и от пчел, от бдилы, де все добре. И пчелиный яд тоже, мало того, что это лекарственная субстанция, лекарственное вещество, которое используют для производства различных лекарств, пчелы ужаления, один из древнейших методов лечения ряда заболеваний, в первую очередь опорно-двигательного аппарата, в меньшей степени говорится о том, что это регуляция лимфатической и кровеносной системы. И третий момент. Если прилетела пчела, вы ее не трогали, и она, как говорится, с доброго дыва вас ужарила в определенное место, ей надо сказать спасибо, а не ругать ее. Пчелы, как я уже говорила, они очень энергетичные существа. Сейчас уже ни для кого не секрет, что у нас вот эти энергетические каналы, и блокировка определенных участков энергетических каналов или энергетические пробки именно и вызывают определенные болезненные или патологические какие-то процессы в организме человека. То есть, если прилетела пчела и ни с того ни с сего вас ужарила, она пробила вам энергетическую пробку. Так что надо ей низко поклониться, что она пожертвовала собой ради вашего здоровья. Да, очень интересно. А в Украине несколько пород пчел. Вот они отличаются биологически. Они отличаются особенностями, поведением. Это тоже особый вопрос. В принципе, у нас, ну это не совсем, там идут научные споры, но считается, что у нас три породы. Это карпатская порода, степная украинская порода и полезская популяция восточноевропейской пчелы. Кроме того, местами у нас есть, раньше гораздо больше было, вот кавказская пчела, мегрелка, мегрельская популяция кавказской пчелы. У них более длинный хоботок, они лучше работают по клеверу и они, скажем так, более интенсивно занимаются медосбором в условиях рассеянного, там слабого цветения. Они, если украинская пчела, украинская степная и карпатка считается, что они идут на нектар, где, ну в среднем 18, не ниже, там 15, ну в крайнем случае, там 14-15% сахаров, то кавказянка идет менее 10% сахаров, она уже начинает брать нектар. Они отличаются ролливостью или более, так сказать, мирным или агрессивным нравом. Ну, завозили к нам еще итальянскую пчелу, которую используют в Европе, в Америке, в Китае, но она, слабая зимостойкость у нее, и поэтому у нас, на большей территории даже Украины, ее не применяют. Но, в принципе, это все медоносная пчела, это породы, иногда подвиды. Вот та же самая и карпатянка, и украинская степная, это краинка. Это пчела-краинка, которая формировалась вот после ледниковый период, вот это район Балкан, а дальше уже вот расходились эти породы. Ну и, допустим, не так давно даже на генетическом уровне было подтверждено, что та же украинская степная, это чистая краинка. Ну, поведенческие особенности, у каждой из этих пород есть свои. А вот пчелы собирают мед. И очень часто пчеловоды их возят вместе со своими большими целыми прицепами, стараются много собрать меда. Вот улей может быть многорамочные, целые, как дом. Не-не-не, не многорамочные, многокорпусные. У нас три типа, чаще всего, ну четыре, значит, у нас есть лежаки или доданы. Это улик, который был сделан, как говорят, не знаю, опять же, специальную литературу не понимала, на основе оружейного ящика после Первой мировой войны. Вот приспособили рамку. Рамка у нас основная, это 430 на 300 миллиметров. Или 430 ширина и 300 глубина, или наоборот, 300 ширина и 430 глубина. Значит, горизонтальная рамка, это додан, лежак. А вертикальная рамка, это так называемая украинская рамка. И корпусные. В корпусных рамки доданы. Чаще всего, вот корпуса, если на 230, кроме того, на корпуса идут надставки, потому что корпус, посчитайте, если там 10 рамок, даже 8 рамок, полная, ну, занесенная медом рамка, где-то 2,5 может быть до 3 килограмм. Это поднимите этот корпус, это какая спина выдержит. Значит, ставят полукорпуса или надставки. Там 430 на 150. Потом есть еще корпусные, делоновские, так называемые. Они 430 на 230. То есть, возможны варианты. И есть еще улик Ващенко. Причем, если бы, так сказать, он был, он гораздо экологичнее. Пчелам в нем удобнее. Но в свое время вот додановский улик пошел, и улик Ващенко поэтому имеет ограниченное применение. Он большой или примерно стандартный? Там уже рамка. Он вот ближе к украинскому. Пчелам удобнее в дупле. Они первоначально жили в дупле. То есть, у них надо, чтобы было глубже и шире. Там и температурный режим лучше и так далее. Потому что, то есть, додан там шире получается и не очень высоко. Ну, то есть, каким-то образом мы, так сказать, природу пчел таким образом насилуем. Немножко. Но, тем не менее, мы уже привыкли, потому что пока не было разборного улья, применяли там или небольшую только часть, если все-таки старались сберечь пчел, или была в ходу роевойная система. То есть, полностью закуривали эту семью и забирали все, что там есть. Расплод выбрасывали, пчел выбрасывали. Ну, это приводит к ослаблению пчелиных семей, потому что, естественно, старались взять больше меда, а значит, закуривали более сильные семьи, более слабые оставались. И шел отбор не на улучшение породного качества определенной породы, а на ухудшение. Сейчас очень интересная система. Вот у нас есть такая спилка пасечный кивобулонь, и в межсезонье, не летом, когда интенсивный бедосбор идет, а осень, зима и весна, у нас проводят раз в месяц занятия. И был очень интересный человек. Батюшка, отец Никодим, который сейчас они подняли, получили информацию, нашли старые источники, так называемое богородичное пчеловодство. Там существенно отличается от того, к чему мы привыкли, но там и размер рамки другой. И у них, получается, вот говорят, именно таким образом водили пчел Зосимой и Савакий на Соловках, а у нас печерские монахи в свое время. Вот во времена начала основания... Киевской Руси. Основание, ну, Киевской Руси, основание вот печерской лавры, это уже после Киевской, ну, где-то там во времена Киевской Руси начинали основывать. И там, получается, что связаны между собой несколько семей, ну, то, что говорил отец Никодим, до семи. И они очень, там, взаимозаменяемый, там, компактный, ну, очень интересная система, но они начали и работали немного в Абхазии. Он сам из Украины, но попал в свое время, он кандидат биологических наук, был в Новосибирске, занимался биофизикой, биофизик сам, а потом стал священником, этот отец Никодим. И священником уже попал в Абхазию, вот где-то у них они накопали вот эти вот данные о пчеловедении в древние времена. И в Абхазии они попробовали вот этим заниматься. И сейчас он приехал в Украину. А вот Вы говорите, корпуса такие нелегкие, которые заполнены медом. Наверное, все-таки труд пчеловода немножко не самый легкий, достаточно трудный. Ну, не самый легкий, особенно у нас, потому что у нас механизация пчеловодческой отрасли практически на нуле. А наиболее технологичный и наиболее, в наибольшей степени можно механизировать работу именно с корпусными уликами. Но там делается гнездо 400, вот это 300 на 430, а потом идут надставочные вот эти. То есть они, считайте, даже если там на 10 рамок, то если полностью залитые, допустим, 30 килограмм, то там 15 килограмм, это уже легче снять. И за границей работают с этими полукорпусами. Пчелы там выдувают специальными, ну, типа пылесос на выдув ставят. Никто не сметает метелочкой крылышком, так как мы это делаем. Выдули, они сами разберутся, погрузили на машину, пустые корпуса поставили. То есть есть такой хороший фильм «Пчеловодство в Канаде», хотя там тоже наши кровные братья, это поляки делали этот фильм. И поляки, натурализовавшиеся в Канаде, вот они занимаются там этим пчеловодством. Хотя там не только поляки, там есть и латиноамериканцы. Вот у них, у этих поляков, собственно, больше 6 тысяч пчелосемей, и постоянно их обслуживает 4 человека. Нет, 4 или 5 человек. В общем, там семья, муж, жена, 2 сына и 1 или 2 невестки. Но когда они качают, у них, когда идет откачка меда, это все разведено, пасека отдельно, цехи по откачке меда отдельно. Там пчелы, ну, тоже случайно могут только попасть. И они нанимают работников, которые уже, собственно, с этим делом работают. То есть там на карах, карами разгружают, карами перевозят. И пчелы, эти ульи стоят на поддонах, 4 улья на поддоне. Они каром подъехали, подъемником подняли, на открытую платформу поставили, перевезли. Там на 4 километра опять сняли. Ну, максимум, что они делают, там где-то камешек или бревнышко подложат, чтобы этот поддон не качался. А у нас приходится, конечно, физической работы там хватать на каждой пасеке. А что Вы пожелаете начинающим пчеловодам? Любить пчелы. Мир зиждется, основан на любви. Человека к человеку, человека к природе. Если любишь пчел, значит, получится. Значит, придет литература, придут люди, которые знают. А если относиться к ним чисто как к коммерческому предприятию, то и пчелы пропадут. И пчелы, я еще раз говорю, очень энергетичны. Вот, наверное, многие слыхали, что, говорят, что цветок, чтобы хорошо рос, его надо украсть. Если украсть пчел, пчелы пропадут. Краденые пчелы не живут. Они четко ощущают энергетику. Спасибо, Галина Никитична. Желаю Вам хорошей, сильной пасеки, больших медосборов и здоровья Вам и Вашей семье. Спасибо. Стараемся. Спасибо.